Тугунок, будто язычески молясь, тянулся обеими руками вверх. Ростиком он ниже отельного костра, в руках миска. Киряга-деревяга пробовал возражать. Все, мол, должно быть как в кочевом роде, в северной стойбище. В первую голову к еде, особенно когда в горячую оленью кровь пьют. Должен подходить охотник, самый нужный в становии человека. Затем парни, после старики и бабы. Бросовый народ. И киряги-деревяги втолковали. Здесь, мол, тебе не полудикое становие. Здесь бригада и бригада советская, между прочим. В советской же державе всегда и все передавалось и должно отдаваться детям. Потому что дети есть наше будущее. Заткнулся киряга-деревяга и хоть был большим начальником. Еду с тех пор получал вслед за детьми. Однако всегда поторапливал, поругивался, поскрипывая нетерпливо ремнями, креплениями деревяшки.